Далее о том, как получить профессии, которые уже широко востребованы. 20 мая стартует второй отборочный интенсив в школе 21. Там бесплатно готовят цифровых инженеров. Всего в программе 12 специальностей. Напомним, проект реализуют по инициативе губернатора и при поддержке крупных бизнес-компаний. Как подать заявку на обучение, какие критерии отбора участников, узнаем прямо сейчас. В нашей студии министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четверяков. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. В первом отборочном интенсиве было более 200 человек. То, что сейчас стартует уже второй такой интенсив, говорит о востребованности проекта школы 21. Да, безусловно. Это говорит о том, что мы даем те компетенции, те знания, те навыки, которые сегодня востребованы на рынке. Мы сейчас видим с вами, насколько необходимы эти специалисты во всех отраслях, областях. И насколько рынок IT-специалистов сегодня дефицитный. 20 мая стартует уже второй отборочный интенсив. Как подбираете участников? Каковы критерии отбора? Можно я вначале пару слов скажу про саму школу. Школа 21 – это у нас бесплатная школа цифровых инженеров, которую мы построили совместно со СБЕРом. Который дает возможность получить не просто знания, а получить профессию, востребованную сегодня в мире IT. У нас на первом бассейне были различные участники по профессиям. Это начиная от поваров, кондитеров и кончая работниками образования и здравоохранения. Которые решили вот так вот поменять немножко свой путь и пройти в цифровую инженерию. Да, да, совершенно верно. Обучение в школе бесплатное. Поступить может любой желающий старше 18 лет. При этом не надо иметь никаких знаний, опыта, навыков, связанных с IT. Достаточно иметь большое, ярко выраженное желание стать IT-специалистом. То есть по критерии отбора это, во-первых, 18 лет и старше. Я так понимаю, что в принципе не ограничен возраст никакими рамками? Могу сказать, что самому возрастному участнику школы 21, 65 лет. Ну вот вы говорите, что профильное образование не требуется, но тем не менее, что все-таки нужно знать? Ну или там какие задания даете, чтобы решить и человек мог поступить в школу 21? Для начала нужно подать заявление на сайте школы 21. После чего вам необходимо будет пройти два простых задания на логику и память. И считайте, что вы зачислены. Ну там необходимо еще будет собрать определенный пакет документов, но это все очень просто и быстро. И как-то неважны знания, которые вы были в предыдущем опыте жизненном. Важны желания. Ну вот вы уже назвали, что в первом интенсиве, когда участники учились, называлось бассейном. Почему вот сам учебный процесс носит такое название интересное? Да, название действительно символизирует первый этап погружения. То есть 26 дней наши участники школы погружаются в мир IT. Они выполняют индивидуальные личные задания, изучают мягкие навыки. То есть необходимые навыки сегодня, без которых нельзя работать в современной IT-компании. А бассейном называется, потому что предстоит полное погружение в мир IT. Ну вот 26 дней, вы сказали, это вот первое такое погружение. А дальше что? По окончанию бассейна, по окончанию 26 дней обучения, сдаются экзамены. И мы зачисляем или не зачисляем на курс обучения. Сам курс обучения длится, как правило, от полутора до двух лет, в зависимости от выбранного направления. Учим по разным направлениям. Это все актуальные востребованные направления. Это и искусственный интеллект, и работа с большими данными, кибербезопасность, разработка игр, сетевые технологии. Ну то есть это все то, что сейчас как бы очень-очень востребовано. А кто среди педагогов, кто среди наставников? В школе применяются уникальные технологии. Для меня это такая достаточно актуальная вещь на сегодня. Технологии peer-to-peer или принцип равный равному. То есть в школе нет преподавателей, нет лекций. Есть коллективная, индивидуальная работа на платформе, направленная на выполнение практических заданий. Тем самым вы погружаетесь в среду IT, вы выполняете задания, коммуницируете со своими одношкольниками, так сказать, и набираетесь опыта у них и даете какие-то свои знания другим. Важно отметить, что прежде всего здесь идет погружение в среду, в комьюнити. То есть у нас современный, достаточно благоустроенный кампус, который работает 24 часа 7 дней в неделю. Удобно выстроить график под себя и спокойно погрузиться в мир IT. Ну вот те, кто уже первый интенсив прошел, их ждут, как вы сказали, полтора-два года обучения. А после этого есть ли возможность, предусмотрена какая-то стажировка, возможно, трудоустройство? Да, безусловно, да. Это является одной из важных частей обучения. То есть после того, как у нас ребята пройдут обучение в бассейне, проплывут его, сдадут экзамены, будет зачислено на курс, предусмотрена трехмесячная стажировка в лучших IT-компаниях Белгородской области, что, безусловно, дает возможность и посмотреть на то, где можно работать, и работодателям присмотреться к тем ученикам, которые будут проходить обучение. Процент, так скажем, офферов, которые получают ученики школы, достаточно большой. То есть вероятность того, что вас возьмут на работу уже после года обучения, она очень большая. Ну вот вы сказали, что в школе обучают разные специальности, в том числе связанным с разработкой искусства интеллекта. Вот как мне кажется, что это требует каких-то научных знаний. Вы говорите, что может себя попробовать любой желающий без профильного образования. То есть как можно таким сложным специальностям обучиться за полтора-два года? Неужели это возможно? Безусловно, возможно. И опыт практика школы показывает, что это возможно. Основная история успеха – это практика ориентированности. То есть вам через программирование дают те кейсы, те задания, которые, с одной стороны, вытаскивают ваши компетенции, так называемые hard skills, по программированию, по математике. И, с другой стороны, прокачивают soft skills по логике, командообразованию, работе с командой, с критическим мышлением. И тем самым вот этот симбиоз hard skills и soft skills дает возможность достаточно короткий промежуток времени овладеть именно уже профессией. Изменить свою жизнь и получить востребованную специальность. Давайте еще раз напомним, с 20 мая стартует интенсив, где сейчас можно подать заявку. Совершенно правильно говорите. С 20 мая стартует второй бассейн в школу 21. Заявку можно подать на сайте школы. Приглашаю всех, кто еще не смог попасть в первый бассейн, а таких было достаточно много, ребят, подавать заявки и участвовать во втором бассейне. Ну что ж, желаем вам откопать те самые бриллианты в сфере цифровой инженерии и подготовить как можно больше высококлассных, высокопрофессиональных специалистов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.